МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на торжественной линейке там побывали первые лица республики. В этом году в 25-й школе 7 первых классов. Это около 200 малышей. Но для самого большого образовательного учреждения города это не рекорд. Когда-то набирали и по 9 первых классов. Приняли практически всех, кто изъявил желание, стремление родителей отдать свое чадо. Именно сюда вполне объяснимо. Школа – одна из лучших в Абакане. Гордостью школы, безусловно, являются наши выпускники, поскольку это самые любимые, наверное, самые талантливые, самые добрые. Мы помним о каждом выпускнике нашей школы. Этот год у нас особенный. 22 ученика стали обладателями медалей. Ребята получили у нас сегодня 14 медалей. Это золото, 8 серебро и 10 аттестатов особого образца. Поздравить первоклашек с началом нового учебного года прибыли градоначальник Николай Булакин и глава республики Виктор Зимин. Слова напутствия звучали в адрес будущих выпускников и тех, кто только делает первые шаги в мир знаний. И как воспитанные гости, руководители пришли не с пустыми руками. Вашу школу в ближайшее время тоже ждут приятные перемены. Мы долго советовались с министром, с вашим любимым мэром, с нашим любимым мэром. И приняли решение. Помните, мы долго совещались, и я решил. К следующему учебному году ваш спортивный зал будет укомплектован самым современным спортивным инвентарем и оборудованием. И это будет образцовый спортзал республики Хакасия. По традиции в конце линейки ответное слово предоставили главным действующим лицам мероприятия – первоклассникам. Звенит звонок, все громче и сильней, Какая твель над миром разливается. Ты думаешь, распялся соловей? Не соловей, уроки начинают. После школьного звонка ученики начальных классов отправились на свой первый урок. В этом году во всех школах республики он был посвящен теме «Я и моя малая родина». Олесь Калинченко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. На южной дамбе Абакана вновь произошло ДТП со смертельным исходом. В субботу утром в лобовом столкновении автомобилей погибло два человека. Иномарка «Ниссан Сани» ехала со стороны Абакана в сторону села Белый Яр. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, наехал на ограждение справа, после чего вылетел на встречку, по которой в тот момент ехал МАЗ. За рулем грузовика сидел житель Минусинска. Все, кто находился в легковом автомобиле, погибли. Рабочая неделя в правительстве Хакасии началась с внеочередного совещания. Причина такой срочности – массовое обращение жителей к главе региона с жалобами на отпуск льготных лекарств. Власти признают, проблема с бесплатными медикаментами в республике есть, и ее нужно срочно решать. Каким образом, выясняла Ольга Стельмах. Льготных лекарств нет, когда будут – неизвестно. Эту фразу жители Хакасии слышат практически каждый день. Раиса Горбачева в числе региональных льготников оббивает пороги аптек. Бороться с серьезными проблемами со здоровьем на мизерную пенсию не выходит. В разочарование приходит. Приходишь и ничего нет. Нет денег. У них нет, у нас тоже нет. Вот так вот и учимся. Всю пенсию и будем на лекарства только расходовать. Ситуация с бесплатными лекарствами действительно зашла в тупик. В правительстве республики срочно собирают совещание. Первым Ирине Смолиной, заместителю главы Хакасии, отчитывается Минздрав. В 2013 году на закупку льготных препаратов регион выделил 134 миллиона рублей. Еще 52 миллиона – для страдающих сахарным диабетом. Это лишь по плану. На деле количество льготников резко увеличилось. Препараты и без того, не из дешевых, подорожали. Ко всему прочему, бюджет региона недополучил по налогам. Сегодня Минздрав признает – не справляется с потоком льготников. За полгода у нас в республике Хакасии почти появилось по тысячу человек, которые в основном – это сахарным диабетом страдающие люди и онкологическими заболеваниями. И я бы еще раз хотел бы обратиться к тем людям, чтобы они не уходили с федеральной льготой, потому что да, нам будет проще, и им будет проще, легче получить лекарственные препараты по федеральной программе, чем из региональной. До сих пор не погашена кредиторская задолженность перед поставщиками еще за 2012 год. К проблеме подключился Минфин. Республика ищет резервы. В настоящее время в аптеках находится лекарство на 17,5 миллионов рублей по региональной льготе и по сахарному диабету в объеме 5,4 миллиона рублей. Я думаю, что у нас есть все основания для того, чтобы максимально закрыть отложенный спрос. Между тем, финансовый вопрос далеко не единственный. Льготная система Хакасии считает, Росздравнадзор нужен тщательной контроле планирования. Ведь зачастую республика закупает те медикаменты, рецепты на которые вообще не выписывают. Деньги отличены, препараты есть, но больными, докторами эти препараты не восприниманы. Еще одно условие для нормальной работы, считают в Росздравнадзоре, ввести так называемый отложенный спрос. Льготник может оставить рецепт в аптеке и как только препарат поступит, больному сообщат об этом по телефону. Впрочем, уверяют в аптеках, такой метод давно действует. Вот только почему-то сами жители об этом не слышали. «Один раз за год получила льготное лекарство, а сейчас пришла. Его нет. Но не ставят на срочное обслуживание. Вот это сейчас при съемочной кампании поставили». Ирина Смолина потребовала от директоров аптек должного отношения к посетителям. Пока проблему решают во властных кругах, держать ситуацию под личным контролем. «Не должно быть такого, когда я наблюдала в аптеке, отшвыривание рецепта, и дети не мешаете работать. Это что за обращение такое? Меняйте людей, если они не справляются с этой задачей». Ольга Стельмах, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В единый день голосования в республике в третий раз пройдет молодежная акция «Важен голос каждого». Ее цель – помощь на избирательных участках, инвалидам и другим маломобильным категориям граждан. Ее будут оказывать волонтеры молодежных организаций республики. Акция «Важен голос каждого» проходит в течение трех лет. За это время в ней приняли участие более 200 волонтеров из 31 волонтерской организации. При этом ребята не только оказывали помощь инвалидам, но и смогли познакомиться с порядком организации проведения выборов, а также с работой участковой комиссии. В последний день августа в Черногорске отпраздновали День города. К этому событию приурочили сдачу нового многоквартирного дома. Почти 40 семей переедут сюда уже буквально через месяц. Новый трехэтажный на 36 квартир кирпичный дом возвели в девятом поселке Черногорска. Уже через месяц сюда смогут переехать жильцы нескольких аварийных бараков. Постройкам уже около 80 лет. В зданиях протекают крыши, стены в трещинах, окна покосились. Переселение готовилось несколько лет. «Мне очень понравилось. В общем-то о такой квартире можно мечтать. Нам самим такую квартиру не купить и не сделать». Открыли новый дом временно исполняющий обязанности главы республики Виктор Зимин и глава Черногорска Василий Белоногов. Под аккомпанементы Баяна перерезали красную ленту. «Я очень рад, что когда мы что-то говорим, и после этого что-то делается. Я радуюсь за вас. Да, это еще не хоромы, да, это еще не дворцы. Да, мы радуемся пока каждому метру асфальта, свежему, да. Я сейчас ехал и радовался за мэра. Я очень тепло отношусь в Черногорск». Только с начала этого года в новые квартиры переехали около 150 жителей Черногорска. Открытие этого дома далеко не последнее. «Аварийных домов много, их порядка 42 штук. До 2017 года предполагается проблему снять по аварийному ветхому жилью, то есть всех претендентов переселить из аварийного ветхого жилья». Из девятого поселка Виктор Зимин поспешил в центр города. Там уже с размахом отмечали 77-й день рождения Черногорска. К 14 часам в парке собрались сотни человек. Семьи гуляли по аллеям, участвовали в конкурсах, рассматривали оригинальные композиции здоровь природы. Их подготовили педагоги, воспитанники детских садов, а также школ города и ремесленники. «С утра дождик полило, сейчас уже солнышко, ну ветерок, ну ничего, праздничное настроение чувствуется». «В выставке мне все очень понравилось, все красиво все делают». «Мне очень понравилось, изделие очень красиво, молодцы все умницы, все красиво, я очень рада». Массовые гуляни продлились до позднего вечера. Завершился праздничный день концертом звезд российской эстрады. Наталья Гармашова и Кси Голубев, Вести Хакасия. Это все новости к этому часу. Сразу после вестей смотрите рубрику «Интервью». В гостях у Алексея Баинова будет депутат Государственной Думы Надежда Максимова. Речь пойдет об участии Хакасии в федеральных программах. А я с вами прощаюсь. Удачного вечера. Увидимся скоро на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова